В этом видео я вам расскажу, как разговаривать с призраком в фосмофобии через радиоприемник с помощью микрофона. Если у вас вылазит, когда вы включаете радиоприемник, вот такая вот штука. Итак, что мы делаем? Значит, мы нажимаем Escape, заходим в параметры, игра, и вот здесь система распознавания речи. У вас будет стоять текст. Вы должны поставить воск. Тут есть еще, типа, нет никакой системы распознавания речи. Вы должны поставить, в общем-то, воск. После этого, естественно, желательно, текст и речь вы поставьте на русский язык. После этого зайдите в настройки аудио. Желательно поставьте режим голосового чата по нажатию. Пусть что толк? Ну, естественно, микрофон вам нужно выбрать. Потому что если у вас будет стоять активация по голосу, то призрак вас будет всегда слышать. Это достаточно опасно. Ну, а переключение тоже не очень удобно. И в настройках управления посмотрите, немножко пролистая вниз, вот здесь. Нажми, чтобы говорить, и говорить по рации. Вот эти две кнопки, какие у вас стоят, значит, их вы и зажимаете. И, собственно, после этого, вот, вы зажимаете, у вас загорается микрофон, вы отпускаете, у вас перестает гореть микрофон. Вот слева, сверху экранчика радиоприемника. Можете зажимать как кнопку разговора по рации, так и кнопку просто разговора. Она не имеет значения, она работает что так, что ся. Как бы удивительно это ни звучало, но просто очень многие реально спрашивали. Я решил сделать вот такой глупый, но, наверное, надеюсь, полезный видос. Вот. И, в общем-то, я вам так скажу, помимо всего. Иногда вот эта вот система распознавания текста вполне себе даже полезна. Потому что, когда вы говорите через радиоприемник, смотрите, когда вы спрашиваете призрака вопрос, допустим, «Сколько тебе лет? Ты старый? Вот, сейчас загорелся крестик». И, то есть, я сколько говорю, 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 крестик загорается, ну, не всегда, да, типа, периодически. И с помощью текста можно гораздо быстрее иногда получать ответ. Потому что ты нажимаешь, типа, крестик сразу загорается. Ты нажимаешь, крестик сразу загорается. То есть, вот эти вот фразы он распознает, ну, как бы, со стопроцентной вероятностью. Ну, как бы, сама игра. И, то есть, если у призрака есть радиоприемник, то он, соответственно, вам ответит. А вот с системой распознавания речи именно, что оно, ну, как бы, не всегда может распознавать. Нужно смотреть, постоянно загорается ли крестик. Потому что, если он не загорается, то, соответственно, это значит, что игра вообще не может понять, о чем вы говорите. Там, может, вы на каком-то резко другом языке начали говорить и сами не заметили. Но многие хотят, возможно, для погружения в атмосферу, чтобы, там, ощутить, что ты реально разговариваешь с призраком и все такое. Реально прикольно. Ну, что ж, вот, пожалуйста. Ну, в общем-то, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.